Днём в четверг жители улицы Жуковского наблюдали нетипичное для этого места явление. В местном гаражном кооперативе в небо взметнулся 15-метровый фонтан воды. Лопнула труба, уложенная под землёй, магистраль горячей воды, приходящая в посёлок Горького со стороны ТЭЦ-3. Нитка не выдержала опрессовки, испытаний повышенным давлением, которое подают в коммуникации в поисках слабых мест. Считается, что такое превентивное ломание тонких мест приносит пользу. Проходившиеся участки дешевле и логичнее чинить летом, чтобы не оставлять кварталы без отопления зимой. Гейзер взметнулся как раз у входа в гараж одного из хабаровчан. Хозяина на месте событий не было, как не было и возможности связаться с ним по телефону. По рассказам соседей, в боксе находился Ниссан Жук. Первыми на ЧП отреагировали молодые люди, которые работали поблизости. Именно они вызвали аварийную службу. Просто шум услышали, мы внутри автосервиса находились, работали. Вышли и смотрим, тут такое, то есть мы стоим радуемся, кому-то не радостно будет. Видимо, просто трубы старые, коммуникации у нас в городе уже не новые совершенно. Ну и не выдержали опрессовку. Самый опасный момент при таком фонтанировании – первые секунды, когда грунт и камни разлетаются в стороны, словно шрапнель. А силе, с которой они поднимаются в воздух, можно судить по вмятине, образовавшейся на водоотливной трубе над воротами блок комнаты. Ее фактически разбило пополам. Второй фактор – большое поступление технической воды. Для опрессовки используют холодную во избежание ожогов во время таких вот извержений. Расход жидкости был таким, что за четверть часа оказалась затоплена местная автостоянка, а в лужу, образовавшуюся на дороге, заезжать решались немногие. Вскоре к месту событий прибыла аварийная бригада теплосетей. Заткнуть этот фонтан удалось далеко не сразу. Задвижка, которая перекрывает трубу, находилась неподалеку. Вокруг циклопических размеров крана аварийщики вводили хоровод минут 20, прежде чем гейзер стал потихоньку опадать. У гаража образовалась яма, которая в ближайшее время станет еще глубже. Слабое место найдено и основательно вымыто. Теперь трубу будут чинить. Опрессовка сетевого хозяйства зоны ТЭЦ-3 будет идти до 22 мая. А с 8 по 11 июня такие фонтаны могут забить уже в центре города. В эти дни пройдут испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-2. С места происшествия Виталина Кондрахина, Юлия Зима и Леонид Булдегеров.